всем добрый день продолжается время консервации и сегодня я консервирую салат с фасоли что для этого нужно фасоль берите любую белую красную меня красная цветную какая есть у вас такая и подойдет пол кило фасоли баклажаны килограмм по 250 грамм морковка лук и перчик мол морковка лук и перчик нарезается соломкой и полтора литра томатного сока сок желательно взять без семян и без кожицы чистый томатный сок значит фасоль у меня уже готова я ее заранее замочила и отварила отварить ее нужно до такого состояния чтобы она не разварилась потому что она еще будет тушиться в салате так баклажаны нарезать чистятся нарезаются кубиком и сейчас я их залью сырой водой соленой чтобы они постояли полчаса чтобы вышла горечь так морковка и лук у меня видите все на одном блюде мне их нужно обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета а вот перец и томат я протушу 15 минут в отдельной посуде перец с томатом займемся и так пока у меня жарится морковка с луком и варится перец томатом соке я вот замочила баклажаны соленой водой и можно их накрыть крышечкой чтобы они все утонули или время от времени их помешивать и хочу вам рассказать что понадобится из специй в рецепте указано 30 грамм соли и 25 грамм сахара это я посмотрела мерная таблица получается по столовой ложке значит берем столовую ложку соли столовую ложку сахара и 50 грамм уксуса 9 процентного так ну пока все готовится есть время приготовить банки банки нужно помыть и простерилизовать я готовлю полвитровые баночки так что по желанию можете взять литровые так вот у меня уже готова морковка с луком вот до такого золотистого цвета и и пожарила берем кастрюлю широким дном и все высыпаем в эту кастрюлю теперь баклажаны я уже отжала от соленой воды высыпаю сюда баклажаны перец у меня как раз проварился выливаю сюда перец все это перемешать добавить фасоль видите фасоль у меня осталась целая я ее чуть чуть не доварила буквально она уже сварена уже мягкая но еще не распадается и добавляю сюда столовую ложку сахара и соли уксус я добавлю уже за 5 минут до готовности теперь всю эту массу ставим на огонь и овощи у нас готовы баклажаны варятся очень быстро так что все протушится и за пять минут до готовности добавлю уксус все отправляемся на огонь так вот прошло время салат у меня прокипел 35 минут я дождалась того что баклажаны стали прозрачного цвета долго они сохраняли свой белый цвет сыроватый сейчас баклажаны уже прозрачного цвета уже все готово вот фасоль остается целая так как она в томате не разваривается если ее удачно сварить в воде что она не разварилась то в салатике она остается целая вот теперь я этот салат разложу по пол литровым баночкам и закатаю так вот такой салат получился очень аппетитный на вид очень вкусный получилось из этой порции 8 пол литровых баночек сейчас эти баночки закутаю хорошо оберну их чем-то теплым чтобы они постояли так где-то два дня до полного остывания и опущу в погреб этот салат можно подавать как отдельную закуску он хорошо подойдет как салат к любому гарниру так что закрывайте на зиму он хорошо разнообразит ваш рацион зимний вот готовьте с удовольствием кушайте с аппетитом подписывайтесь на канал задавайте вопросы оставляйте комментарии всем пока